Неделю назад Республика отметила главный свой праздник – День Конституции, основного закона страны гор. О законности в реальной жизни и режиме наибольшего благоприятствования для тех, кто живет по закону, накануне мы поговорили с руководителем Республики Владимиром Васильевым. Глава Дагестана поделился своими мыслями по поводу высказанных идей, вызвавших широкое общественное обсуждение, и своим видением будущего Дагестана. Владимир Абдулевич, добрый день. — Одним из самых масштабных событий этого года стал Петербургский экономический форум. Вы там сделали такие знаковые заявления, сказали, что законы у нас, не все, конечно, но многие написаны для воров и коррупционеров. Что делается сейчас для того, чтобы эту ситуацию изменить, в частности, в законодательном плане? Ваше видение? Я знаю, что в Дагестане уже, благодаря вам, инициированы меры по поддержке виноградарей, принят на федеральном уровне закон. — По поводу поддержки виноградарей спасибо большое нашим коллегам, депутатам, членам Совета Федерации. Это очень нужный закон, который меняет серьезно правила, когда тот, кто производит качественную продукцию, получает преимущество. Его непросто. Проводили, и я убежден, что он будет работать. И будет эффективен, особенно для тех, кто работает, в первую очередь, виноградарей, виноделов, всех тех, кто связан с этим производством в нашей республике. А их немало. Для нас это очень важно. Но я бы хотел сейчас ответить на ваш вопрос. Знаю, что мое заявление вызвало множество толков и оценок. Я говорил о следующем. Я просто, как, наверное, мало кто сегодня, кроме моих коллег, могу судить о том, в какое время, допустим, формировалось законодательное поле для возникновения, а потом уже применения статьи 210. Это статья, которая предполагает ответственность за создание преступного сообщества. Вдумайтесь в состав. Само создание преступного сообщества, участие в нем. Без этого мы бы не победили организованную преступность. Я был один из тех, кто готовил эту статью, участвовал в ее подготовке, тогда работая в МВД. Это очень помогло. Кстати говоря, мы тогда брали аналоги в основном из рубежа, в том числе из Соединенных Штатов Америки, которые, как вы знаете, по истории прошли такой период борьбы с гангстеризмом, который, в общем-то, вполне сопоставим то, что мы имели в то время. Тогда мало кто сейчас вспоминает и только по фильмам видит, какие были разборки в крупнейших городах Америки между гангстерами и полицейскими. Все это было. И коррупция была за предель. Все это было. Но они избавились от этого. И вот они теперь имеют то, что имеют. Нам это тоже предстояло. Ну а для того, чтобы решать эти вопросы, еще нужно было ряд задач решений. И тогда появилась вот так называемая простонародие «сделка с правосудиями». Я помню, как она не просто шла. Я тогда работал уже в ДУМе, в Комитете по безопасности. Мой коллега, сам пришедший из бизнеса, активно этим занимался. Мы приглашали, и он в частности, приглашали из-за рубежа сенаторов, специалистов, прокуроров, экспертов. Они рассказывали нам, как принимался этот закон. Ну вот вздумайтесь на минуту. Преступное сообщество, в котором есть такое понятие омерто, молчание. И куда войти можно, а выйти нельзя. Могут только вынести. Поэтому там говорить против шефа, против босса, это смерти подобно. Но надо же получать показания. Потому что сами организаторы не совершают преступления. Они организуют их. Это делают конкретные люди. И вот это был такой граневый период. И тогда принимался этот закон. Я сейчас смотрю на это и вижу, что, допустим, когда за преступное сообщество привлекается к ответственности человек, который работал даже в какой-то там системе, в министерстве, в главке, в ведомости, который создал действительно напоминающую во всем, юридически, формально, вот это вот преступное сообщество. Да, он его создал. Но я не считаю это правильным сегодня. Сегодня надо пересматривать эти вещи. И, допустим, та же сделка с правосудием. Ну, по-простонародному. Значит, если дается показания, но если это дается в отношении того, кто рискует своей жизнью, помогает следствию, прокуратуре, суду доказывать вину преступного сообщества, в котором мы просто на крови построим, на смертях. А когда это какой-то крупный руководитель использует свое служебное положение, всех своих подчиненных построил, и это тоже формулируется как преступное сообщество, я здесь вижу большую разницу. Это тема, которая требует осмысления и в обществе, и среди правоведов, и, самое главное, наложения практики. Но я думаю, что время пришло. И я вот здесь, может быть, больше других чувствую и ответственность за это, потому что это было хорошо в те годы. И сейчас я слышу, вижу, как бизнес начинает выходить, он хочет занять свое место. Кстати, вот у нас буквально недавно была встреча, на которой более 60 управляющих бензоколонками, по сути, заявили о том, что они теперь платят налоги, перешли на безналичный расчет и заключили трудовые соглашения с теми, кто работает на них. За год это огромный результат. И мы теперь должны менять подход, и я рад, что меня поддерживают и понимают, мы это сделаем. Мы должны создать режим наибольшего благоприятства для тех, кто вышел из тени, и отделить их от тех, кто остается в тени. Вот по тем, да, проверки. А тем, кто вышел, кто сегодня материально, формально подтверждает это, каждый раз уплачивая налоги, заключая трудовые договора с работающими, имея достаточно высокую заработную плату и уплачивающие налоги. Они должны быть в режиме наибольшего благоприятства. Если мы сейчас создаем это, я здесь это прекрасно понимаю, как глава, то мы делаем мощнейшие условия для рывка в экономике. Некоторые автозаправочные сети почти в 10 раз увеличили платежи в бюджет. Вы следите за это. А потенциалисты говорят. И причем, заметьте, это же ведь даже без устрашения и принуждений. Ну да, понятно, в целом тут, как говорится, работа ведется, и все понимают, что безнаказанно брать деньги из бюджета не получится, что налоги надо платить, это так. Но мы видим по направлениям, люди готовы это делать. И мы должны оправдать ожидания этих людей, создать им условия. То есть человек, который честно делает свою работу, соблюдает закон, должен быть защищен от излишнего контроля. Главный результат – оплата налогов, безналичные расчеты, а это контролирует все. Ну и плюс проверки, которые показывают, что все, кто работает, работают по заключенным договорам. Вот мы сейчас это делаем, мы будем это делать. Пока нет закона такого. Нет. Но надо к этому идти. И тогда мы будем менять ситуацию в обществе. То, чего люди-то и ждут. В одном из интервью вы назвали страшные цифры. Неправомерно полученный доход только в медицинской сфере составил 9 миллиардов, благодаря картельным сговорам. В дорожной отрасли – 18 миллиардов. Только на одном завышении цены моста удалось экономить 500 миллионов. Куда пойдут эти деньги, которые изъяты из незаконного оборота? Удается их уже пустить на развитие? У меня сейчас на стене висит карта Дагестана, на которой я попросил. Вот здесь это отражено. Миллиард 700 – это водопроводы. В этом году миллиард 700 пойдут на водопроводы. Мы сейчас будем приглашать общественные палаты. Я пользуюсь случаем, хочу их поблагодарить за это. У нас есть огромнейшая возможность использовать общественный контроль. У нас есть множество общественных организаций. У нас очень много активных людей, которые готовы принять в этом участие. Мы на них очень рассчитываем. Почему? Потому что вот там эти водопроводы – это же не просто водопроводы. Это водопроводы, которые когда-то начаты и брошены. Перестали финансировать. Мы сейчас выделили огромнейшую сумму – миллиард 700 на них. Плюс там еще есть по финансированию, по линии чистая вода тоже дополнительно, по линии медсельхоза. Это тоже большие деньги. Но главное – вот эти наши бюджетные. И, конечно, мы сейчас заинтересованы, чтобы все эти деньги закончились тем, чтобы осенью люди получили воду в большем количестве и качестве. О каком количестве людей идет речь? Около 500 тысяч людей должны почувствовать улучшение. Но у нас большая тревога. Почему? Потому что когда мы вот эти деньги в каком-то смысле выковыривали на уровне нашем, вот здесь, республиканском, так, чтобы их никто не использовал ни по назначению, ни функционально, то мы сумели их сэкономить. Вот эти деньги пришли сейчас в наши районы. Но для нас сейчас очень сложная задача проследить, чтобы эти деньги дошли и превратились в водопроводы, и в виде воды пришли к нашим 500 тысячам жителей. Это проверка и нас тоже на эффективность. Поэтому вот каждый мой разговор с главными районами сегодня тоже не исключение начинается и заканчивается с этого. И мы сейчас будем работать и с общественными палатами, с депутатами, с общественными организациями. Будем вывешивать на местах прям вот такие указатели, что вот ведется водопровод от такого населенного пункта туда, и он позволит сделать то. А контроль осуществляет кто? Общественная палата, номер телефона, депутат, подрядчик, который ведет эти работы, чтобы у нас была связь. Вот та самая связь, когда люди начинают контролировать, как работает власть и как работают те, кто должны реализовывать вот эти проекты, сформированные властью. Мне кажется, это очень важно, потому что тогда у нас появляется вот это состояние, которое мне нравится очень это высказывание древнее, что народ — это единое множество людей. И когда мы объединяемся с тем, чтобы у нас была чистая вода в достаточном количестве, это нас объединяет. И мы можем в этом процессе опираться на тех, кто этого хочет. Это общественно полезная цель. И здесь общество может себя найти. Ну и также по другим направлениям. У нас, допустим, дороги. Более 700 миллионов мы выделили, практически весь транспортный налог мы отдали в районы. Теперь очень важно, чтобы эти дороги были в реальности, и качественные в реальности. И кто их лучше подготовирует? Сами же жители, которым эти дороги сделают более комфортной жизнь. Ну и вот так по другим направлениям тоже соответствует. Дефицит кадров — одна из главных проблем в Дагестане. В связи с этим вам пришлось пригласить очень многих специалистов извне. Но многие видят в этом не только укрепление кадрового потенциала и определенное недоверие к дагестанцам. Как бы вы могли это прокомментировать? Для того, чтобы догонять, нужно ориентироваться на тех, кто уже впереди. Ну так в спорте. Дагестанцы спортсмены, все хорошо меня, я думаю, поймут. И когда мне поставили задачу способствовать улучшению ситуации в нашей республике, создавать условия для этого, я хорошо понимал, что зачищая коррумпированное руководство, а это было необходимо сделать, теперь уже ясно становится это. И вот эти суммы, о которых вы говорите, без этого ничего не получилось, к сожалению. Это пришлось применить. Но нужны были другие люди, которые будут реализовывать ровно вот эти проекты. И для того, чтобы они пришли, пришлось тут серьезно поработать. Я очень признателен администрации президента, которая помогла и, по сути, провела, организовала проект «Мой Дагестан», который на входе сумел рассмотреть 6 тысяч обращений, и не только наших жителей России, из всех регионов, но и иностранцев тоже. Я помню, было несколько человек, обращались, проявили интерес. Настолько он был интересен. Это практически был реальный лифт, о котором так давно говорим, когда талантливый, амбициозный человек, и не обязательно молодой, женщина, мужчина, никакой разницы, исходя из своего профессионализма, исходя из своих знаний, своих амбиций, участвует в конкурсе и побеждает, или проигрывает на равных условиях. 54 человека прошли из 6 тысяч. Сколько трудоустроено уже? На сегодняшний день 26 трудоустроено. Вот вчера буквально двум пожал руку, один стал министром, другой исполняет обязанности. Но какие-то люди. Я вот смотрю сейчас в интернете, они говорят, они вызывают уважение. Это люди, вот крайние, кому я пожал руку, он работал в Дагестане, кстати, 20 лет. Работал в Московской области. Возглавлял лесное хозяйство. Это огромные области, там огромные леса, территории огромные. Боролся с пожарами буквально недавно. Хорошо характеризуется. Он участвовал в двух конкурсах. В одном не победил, а в этом прошел и победил. И он ждал, ждал того, чему хотел послужить. И когда появилась вакансия, он приехал и включился в работу. Спасибо, конечно, таким людям. Я надеюсь, что он чувствует эту ответственность. И будет привносить, ну, самые современные технологии, которые он освоил там, работая в Московской области. Также у нас целый ряд руководителей, вот это сказали, 500 миллионов, да, 500 миллионов с одного моста. Шелохан Маханович, он работал у нас здесь, министр транспорта. Потом вынужден был уйти в федеральное министерство транспорта. Отклинулся на приглашение. Пришел, пересмотрел все эти торги, включил другие нормативные оценочные цифры и показатели. Стал использовать многоразовое применение проекта. В результате мы получили большую экономию. И так по другим направлениям тоже. О привлечении инвестиций в республику говорили годами, но они так и не приходили в том объеме, в котором их ожидали. Сейчас созданы территории опережающего социально-экономического развития. Что удается сделать в этом плане сейчас? Какие подающие надежды проекты? Те инвестиции, о которых мы говорим, частные инвестиции, они пока и не пришли. Пока не пришли. Но что-то уже есть. Вот был у нас недавно совет инвестиционный наш, на нем мы поддержали проект, вы, наверное, знаете об этом. Мы открыто работаем. Значит, там более 70 гектар на территории Дребенского района. Наш земляк, кстати, это принцип работы. И вся наша команда управленцев сегодняшней его придерживается. У нас приоритет такой подчеркнутый к дагестанцам. Если даже они и работают в России и в других регионах. Но это дагестанцы. Ну и, в общем, этот проект мы поддержали. Мы его поддержим во всех отношениях. И дальше он себя реализует. 200 рабочих мест постоянных. Около этого сезонных. Это будет круглосуточное, мощное тепличное производство. Круглогодичное. Но что самое важное, значит, сам инвестор, он вкладывает туда значительные средства. И он сегодня работает с ритейлом практически всеми крупными представителями Московской области, Центральной России. И мы уверены, что сбыт будет обеспечен. Кстати, он один из первых, кто поставляет соленье вот такую продукцию. И плюс еще, он намерен не только сам выращивать и продавать, но и скупать у сельхозпроизводителей Дагестана те излишки, которые имеются, обеспечивать их хранение, переработку того, что не сможет сохранить, и реализацию, соответственно, Центральной России. Так что это поможет не только ему, это еще и даст эффект нашим, в том числе и семейным, и личным хозяйствам, которые иногда не могут реализовать свою продукцию, по словам, не хватает логистических, транспортных возможностей. То есть это создание бренда, в том числе сделано в Дагестане, в рамках реализации этого проекта? Ну, по поводу бренда у нас уже кое-что есть. Есть дагестанская баранина, неограниченный рынок. Мы еще недавно обсуждали. Новый министр видит эти задачи. Скоро у нас будет министр сельского хозяйства Патруша здесь рассматривать эти вопросы. Мы их пока так, в общем, доложили в Москве. Потом он направил сюда специалистов, они глубоко изучили. Мы хотим сейчас целый ряд таких конкретных проектов. Они не столь масштабные, но они очень эффективны. Они эффективны по точному приложению. Знаете, как точный удар. Вот здесь тоже. Ну, допустим, там у нас есть возможность, 400 метров нужно сделать обводной канал, истерика. И тогда наши чеки, кизлярские, рисовые, а рис кизлярские пользуются спросом, знают об этом не только дагестанцы уже. Они могут давать от 10 до 16 центнеров больше риса. Потому что вот те два дня, которые каждую неделю в мае и июне перекрывают воду истерика в связи с пропуском рыбы на нерест, мы их просто уберем. И будет поступать вода постоянно. А это дает такой эффект. И вот таких есть немало точек предложений. Когда мы можем небольшие средства точно приложить и получить такой мощный эффект, который сразу же нам даст, и в первую очередь, валютную продукцию. Вот мы недавно вручили награды нашим ученым, медикам, которые открыли вакцины против болезни овец. Это очень важно. Потому что сегодня наши овцы – это один из значительных валютных поступлений. И чем больше мы будем реализовывать товарного мяса баранин, тем больше будет валюта поступать. Будут богаче сириане, будет богаче Дагестан. Спасибо. Спасибо за беседу. Успехов вам. Спасибо.